Мы начинаем. Поп-поп-поп. Слышно? Всем слышно? Слышно? Да. Итак. Итак. Добрый день. Поехали. Посты вверх. Занимайте места спереди. Посты вверх. Да, конечно. Посты вверх. Ой. Итак. Я в Москве. Я в Москве. Посты в начале недели дизайна. И вчера мне удалось посетить роскошный парк. Который находится здесь рядом. За рядом. Это замечательный проект. Обязательно сходите посмотреть. Интересно, что этот проект волшебный. Который стоил очень много рублей. Я в отличие от всего этого делаю примерно вот такие объекты. Которые стоят рублей пять. Это мой тотем. Он называется «Эквилибрист». Он называется «Эквилибрист». Удерживающий равновесие. Практически. Это символ. Это моя концепция творчества, искусства. Потому что мне нравится находиться не на земле. А все время в поисках равновесия чуть-чуть над землей. И этот тотем путешествует со мной по миру. И очень многие люди уже с ним познакомились. И знают о моей вот этой склонности к поиску баланса. У меня 75 лет. И сегодня я вам покажу некоторые вещи, которые я делала последние лет сорок. 50 лет назад. Я покажу вещи, которые я делала лет сорок, пятьдесят назад. Но на самом деле работы, которые я вам покажу, не имеют срок давности. И непонятно, сделала я их вчера или действительно тридцать лет назад. Это очень просто объясняется, в частности тем, что я всегда пытался сделать какие-то вещи, глядя на которые один скажет «Боже мой». И мне нравится провоцировать это замешательство. Это вот мой способ творчества. И когда ты думаешь, что всю историю из артия, из дизайна, когда ты видишь, ты говоришь «А, что-то из-за 50-х, что-то из-за 60-х, что-то из-за liberty». Мне понравится, что когда ты видишь, ты говоришь «Ди когда я?». Потому что если мы посмотрим на историю искусства, то, глядя на каждый объект, мы можем сказать «О, это из эпохи 50-х», это, видимо, какие-то 60-е годы. А мне больше нравится, когда люди смотрят на мои работы и говорят «Боже мой, ну и когда это было сделано». И даже глядя на этот заголовок «Дизайн-экзистенции» кто-то подметил, что я ошибся и написал октябрь 2018, потому что я все время на шаг впереди. Потому что я всегда в авангарде. Я это нарисовала вместе со своим внуком, ему пять лет. Итак, здесь четыре разные формы. Первая, на которой буква «А». Э, скуса, архитектура, скуса мне. Она соответствует архитектуре. Дизайн. С буквой «Дизайн». Арте и фэшн. Потом, где написано «Арт», это искусство. И последнее, это «Мода». «Фэшн». Эти четыре вещи, это вот то, что в последнее время, с чем я работаю. Значит, кто делает архитектура, делает дизайн, делает дизайн, эдак, эдак. Да. Да. Да, да, да. Согласилась. Это архитектура, это архитектура, это дизайн, это дизайн. Много лет назад так получилось, случилась одна интересная вещь, что каждая из этих дисциплин, в каждой из них заканчивались идеи, у них была меньше энергии. И так получилось, что каждая из дисциплина протягивала руку и брала что-то из соседней. Ну и брала, естественно, то, что ей было нужно. И, например, я, поскольку я все время занимался дизайном, из моды, я взяла манеру презентовать объекты мебели как модные объекты. И вот я разместил здесь вот эти четыре дисциплины, но на самом деле на их месте может быть любая другая, потому что абсолютно в каждом направлении рано или поздно заканчивается вот этот энергетический запас, и этой дисциплине необходимо что-то заимствовать из соседних. Я знаю, что вы занимаетесь графикой, но и в графике происходит то же самое, она точно так же переносит эту же самую болезнь. Но, между нами говоря, все это подходит к концу. Интересная вещь. Вот обратите внимание на эти красные штрихи. Че, кто хочет делать новые, особенно те, кто хочет делать что-то новое, вам не остается ничего другого, кроме как работать вот в этих пространствах свободных между дисциплинами. И вам покажется странным, но когда кто-то работает вот в этой области, когда человек что-то вот такое создает в пространстве между этими дисциплинами, он задается вопросом, но что это такое? Это объект архитектуры или это объект визуального искусства, живописи, например? Но это не самое сложное, и, в принципе, этим вопросам задаваться не следует. А, если вы хотите какие-то вопросы задать, вы перебиваете смело. Мне нравится быть interrumped. Вот сейчас я вам покажу некоторые объекты искусства, которые переживают вот этот процесс, который я только что сказал. Вот даже в этом случае. Не интересно рассказать вам, как это высота, даже если вы говорите, что это высота, и тут даже дело не в том, чтобы вы знали какой высоты это вещь, но я вам на всякий случай скажу, что это где-то метро в пять высоты. То есть, где-то, чтобы все функционизации, домик из дерева, с тремя дверьми, ширина 60 метров, приблизительно вот столько. La casetta è tutta rivestita di finta pelle, pelle alcantara, finta pelle, pelle sintetica, costruita chemicamente, finta. Все это покрыто искусственно. Искусственной кожей. И штука была в том, что когда человек заходит в эти дверки, то там настолько узкий коридор, что до него дотрагивается вот эта искусственная кожа. Allora, la comunicazione di questo oggetto era molto semplice, cioè di capire che ci potrebbe essere un rapporto обитativo con l'abитazione che non è fatto da pezzi funzionali, ma da un rapporto con il tuo corpo e i muri, l'odore, le sensazioni, le cose con cui si parla la casa, che non sono più, però materie. Difficile. И comunicативная задача этого объекта заключалась не в том, чтобы показать, что вот есть жилище в котором есть функциональные зоны, а в том, что жилище может общаться с тем, кто в нем находится напрямую, через стены. То есть, здесь comunicация говорит, что если мы должны сделать дом, то дом не должны начать от архитектуры, но должны начать от человека, который есть в ней. И такая более глобальная задача этого объекта заключается в том, чтобы показать, что архитектура должна отталкиваться не от внешнего вида и не от правил архитектуры, а исходить из личности человека, который находится в ней, из самого человека. И если тот, кто создает этот дом, исходит из того, например, из чего сделан переводчик, или из чего состою я, вот тогда это получится два разных дома. Л'ultima cosa che voglio dire, poi dopo non дайте troppo di questa cosa qua, я еще хотела бы добавить, я говорю это здесь, о том, что в будущем главным объектом от чего мы будем отталкиваться будет женщина. в том смысле, что если кто-то проектирует в таком феминном, в общем, исходя из феминных таких женских характеристик, это значит, что тот, кто это делает, должен работать с мягкими материалами, без углов, не острыми, поменьше небоскребов, поменьше небоскребов, и еще маленькое зеркальце, вот в правом верхнем углу, и на это я переложил известнейшее изображение, вам, конечно, всем знакомое, работа Кандинского. И это еще один объект, посредством которого я хотел сказать, что работая на поверхности, работая на поверхности, а не работая со структурой вещей, то есть помещая объект общения на поверхность, это гораздо более быстрый способ общаться с публикой. Это еще один объект, я его сделал для Elio Ferrucci, может быть, вы знаете такого итальянского деятеля? Он попросил мне сделать магазин обуви. Моя идея заключалась в том, чтобы сделать огромную пилястру, где-то сидя, но обуви не было. И игра заключалась в том, что когда кто-то входил в этот магазин, он говорил, мне хотелось бы примерить пару обуви, но ему говорили, что вот это не существует, ну, они ему не давали никакой обуви, и говорили, что, ну, наверное, вот это вам подойдет. Ну, и, как вы догадываетесь, через несколько месяцев магазин накрылся. Но проект-то сработал. Это называется бесконечная мебель. Я сделал много объектов, мебели, тумбочку, стул, журнальный столик, книжную полку, ну, здесь не все, их где-то около 20. И на этом проект-то я работал еще с 50 людьми. alo на другом человеке. Один, в общем, на другом, сидели друг по другу на головах. Мудро его делал, предположим, столешницу. Третий делал декор, четвертый разбирался с цветом, и все вот так. И никто не думал о том, что в итоге, какого эстетического качества в итоге будет объект. Потому что в любом случае в мире найдется хотя бы один человек, который сочтет это красивым и интересным. Но главная специфика этого проекта заключалась в том, что это антигероический проект. Потому что антигероический, в смысле, что у него не было главного героя, потому что любой из этих 50 дизайнеров, которые этим занимались, мог сказать, а, это я спроектировал. Вы помните то изображение, где вот был дом с тремя дверьми из искусственной кожи? Это продолжение той же самой мысли, это дом, жилище, которое имеет свою основную идею воспроизвести шумы тела. Потому что мы плохо понимаем звуки нашего тела и мы их редко слышим, хотя они на самом деле прекрасны. И в этом доме я поместил балерину, танцующцу, у которой ее костюм был сделан из множества разных материалов, из картона, из дерева, из металла. И вот детали из металла, когда она танцевала, они звенели. И тем самым представляли собой звуки этого тела. Это я делала для триеннала. И это называется комната супругов. Я об этом сейчас быстренько расскажу. Это была комната с округленными углами. И, к сожалению, фотография очень плохо передает освещение, которое там было, но освещение призвано показывать небо звездное. И тут не видно маленькие точечки. И это комната супругов, она сделана так, что матрас, который вот видно на полу, из него же сделаны и стены, и потолок. И все это без окна. И это была большая тяжелая дверь, сделана из... Ну, с использованием цемента и мозаики, и она раздвигалась. И когда человек заходил, она закрывалась. И было очень страшно. Потовоясь только уйти, если бы была еще на форте уйти. И никто не мог оттуда уйти, не приложив усилия, чтобы открыть эту тяжеленную дверищу. Внутри пахло апельсинами. Это очень милая вещь, я ее сделал для своей жены. Жена находится в первом ряду. В какой-то момент я пришел к тому, что я не понимаю, могу ли я придумать что-то новое, есть ли у меня новые идеи. В общем, впал в такой творческо-экзистенциальный крисис. Но, как это часто бывает с теми, кто что-то создает и проектирует, даже ситуация крисис, она все равно спроектирует. И это могила, в которой я похоронил этот крисис. И это было еще в тот момент, когда мне очень нужны были деньги. И вот перед этой дорожкой, сделаны из розовых камней. Там был такой небольшой сосуд, в котором можно было оставить деньги. Я там находился с закрытыми глазами, и глаза у меня были покрыты золотой краской. И каждый раз, когда я слышал, что вот этот звук, звон монеток, я открывал глаза и смеялся, улыбался. А потом снова был мертв. Ну, изображал мертвого. Немножко странно, что никто никак не реагирует, не улыбается, не смеется. Да, 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 я передаю. Продолжение следует... Так, мне вот дали текст. Сейчас я его буду переводить. Мой глобальный проект находится вот на этой особенной территории между свободой творчества, чистой свободой творчества и прикладным аспектом функционального проекта. И хотя на первый взгляд может показаться, что это очень такое узкое и тесное пространство, на самом деле там находится еще одно дополнительное пространство, в котором можно позволить себе многие творческие изыскания. И именно отсюда исходит постоянная необходимость в новых разработках, которые смогут объединить в себе главную задачу творчества, то есть постоянный поиск новизны и главное задание дизайна — сохранение. То есть это сможет объединить авангардизм и консерватизм. Это тоже очень интересный проект. В какой-то момент вместе с другими дизайнерами из Милана мы получили задание разработать дом Джульетты из легенды о Ромео Джульетте. Это настоящий дом, о котором писал Шекспир. И этот дом на самом деле существует, но он пустой. Но там есть балкон. И вот это вот все, что описано в фесиске, когда она на него выходила, и так далее, и так далее. И мы сделали там семь кроватей, и на каждой кровати по Джульетте, такие молодые девушки. И каждый из них соответствует каком-то аспекту из трагедии Шекспира. На изображении мы видим девушку которая представляет свою смерть. Это тоже очень интересный объект. Это обложка книги. И интересно, что мы ее сделали, когда еще не существовал фотошоп. И тогда у него был очень интересный персонаж, который делал фотографии в фотошопе с большими фотошопами. В фотошопе с большими фотошопами, который делал вот такие огромные пленки. Вот на такие пленки большие снимал. Они использованы с аннилины, которые специально цветные для пелли, с пенелами. С помощью этого аннилины? С помощью этого аннилины. Да, аннилины. И... И... Эта пленка была сделана с пенелами. И вся вот эта большая пленка она раскрашалась с такими маленькими цветными точками. Дика. Говорит. А почему мы увидели шесть моменты? Шесть момент. Потому что мы пересчитали пиесу и обнаружили что в пиесе есть семь главных моментов, которые могут представить жизнь Джулиепы. и вот это изображение, оно было сделано вручную и вот эти семь объекты, мебели и вот эти семь объекты, мебели на побережье одной из итальянских рек и художник сделал два солнца и по две тени каждому объекту, то есть из-за двух солнц он удвоил количество тени и потом еще он сделал треугольные деревья, вот их можно видеть на заднем плане сейчас это работа, которую каждый из вас может сделать за 10 минут, но тогда в те времена потребовалось целый месяц для того, чтобы это сделать фотошоп мы, сейчас извините, мы предвосхитили фотошоп, да это сделано с использованием таких специальных красочек, которые не смешиваются между собой, когда их наносишь на изображение вот как для татуировки используются все хорошо, можно дальше saltiamo это мы проскочим это я тоже сделал для одного магазина в Милане и это человек который надела на себя который, в общем человек надела на себя предмет который может быть использован как объект мебели в который можно складывать одежду так как и сама одежда это было очень много людей, вот на одном был книжный шкаф, на другом вот на этом конкретно гардероб и все это было сделано из такого особого дерева, из которого делают скрипки это, в общем, перформансировалось в том, что люди сначала ходили вот в этих странных одеждах и потом снимали, ставили и получался предмет мебели все такие серьезные, никого не смешно ну тогда давайте вот еще одну вещь посмотрим это тоже был домик который весь был раскрашен голубой краской чтобы задать вам вид Comme community 4 метров 4 метров 4 метров приблизительно 4 метра и, почти 2 метров и на счету и...вratos... ну, два раза и ты пошли и там construction и там нет ритб и першли commitarr vap мной цвет grappи и тут у них, на этих стенах, были элементы декора из жемчуга и тон краски эдр пер, эдр, и бег… А, и рты. Там были жемчужины и рты. Суть в том, что вне этих стен стояли 24... 24 настоящие женщины, у которых было видно только рты. И когда человек заходил, то он очень пугался, потому что это необычно, когда рты еще и шевелятся. Наконец-то хоть кто-то смеется. К разговору о вот этом человеке, который рисовал не смешивающимися красками, за столетия до фотошопа, мы делали так. Мы сначала делали архитектурный проект, вот на заднем плане видно архитектурную модельку, потом снимали человека на велосипеде, потом накладывали изображения одно на другое и раскрашивали. Здесь, впрочем, не видно, что на картинке, но сейчас я расскажу. Эта работа была сделана для сайта, который продает одежду, yux.com, может быть кто не знает. Который месец. Который месец. Который продает одежду, и мы каждый месяц. И каждый месяц для этого сайта мы делали платье не платье. А здесь уже совершенно другая история. Если кто-то хочет, оставьте, пожалуйста, свою электронную почту, я вам пришлю презентацию. Отказывается мастер увеличивать изображение, говорит, что слишком зернистый экран, и все равно будет плохо. Аплодисменты переводчицы. Сейчас я переведу очередной текст. Изображение внутри меня. Я бы хотела немножко поразмышлять на необычную сторону изображений, ну необычную их часть, и на тему того, что мы видим, когда у нас закрыты глаза. На тему того, что мы видим, когда наш взгляд затуманен. Сейчас я попробую закрыть глаза. Нет, сейчас я закрою глаза. Потом легонько надавлю на них пальцем. Я почувствую, как под веками, под закрытыми, опущенными веками у меня там все двигается. И я все еще вижу что-то в определенном смысле внутри закрытых век. Я воспринимаю мир без пространства и масштабов. Глаз смотрит сам в себя. И таким образом я могу получить изображение того, что внутри моего тела. Это, конечно, не совсем называется заглянуть внутрь себя в психологическом смысле этого слова. И это не соответствует тому, что происходит во время йоги, во время медитации, умственной медитации. Но это, напротив, попытка физически увидеть то, что находится внутри моего тела. На самом деле я закрыл глаза не для того, чтобы размышлять, а для того, чтобы... Прекрасный русский язык. А для того, чтобы понять вещи, которые я вижу внутри своих глаз. Мастер хочет, чтобы вы на три минуты закрыли глаза. Не выaze Нhat Не слишком Трочно 這是 Это одна из первых вещей для того, чтобы сделать проект, это могут делать все люди, вне зависимости от их религии, нации, для того, чтобы начать какой-то проект. Это такое демократическое искусство. Мы, как дизайнеры, как творцы, закрываем глаза и потом пытаемся перенести в материальный мир то, что мы видим с закрытыми глазами. И, как используются в других исследованиях, то, когда мы передаем этот дизайн человек, который более известен в этом вопросе, он может сделать это изображение более конкретное, более точное. А потом мы передаем еще одному человеку, который может это раскрасить. А потом мы передаем еще одному человеку, который, например, размножает эти изображения или относится их с какими-то другими. Это мы сделали для журнала и всего в этом проекте было 100 вот таких рисунков того, что я увидела внутри моих глаз. Это все были изображения. Они все находились в одном помещении, где-то приблизительно 50 или 60 сантиметров в квадрате и все они были, простите, выполнены в акриле. И вы видите, что здесь совершенно разные изображения, это связано с тем, что все это родилось у разных людей. Телефон. Я не знаю, это не я. И все это зачем нужно было? Это все нужно было для того, чтобы потом стать... Си, это было... Ну, в общем, мы это перенесли на внешние стороны разных объектов. Ну, это было важно сделать не объекты, разные структуры основаны на разных принципах, а сделать объекты с разной внешностью. И, конечно, это легко представить себе, что, отправляясь вот от этого, можно сделать множество разных объектов, не только вот эти, но и, например, машины или велосипеды. Это уже другой раздел, это автопортреты. И эти автопортреты мы тоже делали в разных обстоятельствах, с разными людьми, при разных условиях. Но это не размышления на тему эго. Но это не размышления на тему эго. Это связано с тем, что если какой-то человек понимает как он хочет нарисовать сам себя, то в процессе рисунка он поймет какого типа предмет он может делать. И я где-то прочитал, что в одном африканском племени люди делали вот примерно то, о чем я сейчас рассказала. Они верили в то, что внутри человека есть какой-то свет. И когда они рисовали разными цветами, то вот этот внутренний свет из каждого человека, он распространялся вот на эти разные цвета. И, таким образом, можно гораздо лучше объяснить чем словами, что мы можем делать. И когда я сделал вот это, то я после этого сделал еще серию предметов, в которых были те же цвета и вот тот же способ раскрашивания. Например, вели на копертинку, а также на копертинку, который я дал переводчицу. Это каталог выставки, который я сейчас делаю. и на обложке голова, которая раскрашена точно так же. Наверное, вам не очень хорошо видно, но поверьте. Вот это я тут немножко промахнулся, но это относится к разговору о том, что мы видим внутри глаз. Вот, пожалуйста, велосипед с таким орнаментом. Мотоцикл. Это очень-очень старая Renault, французская машина. Это проект Венецианская маста и таким должен был бы быть если мы выиграли проект, но я выиграл другой человек. Венецианская маста и так далее. Это у меня есть характеристика, что не будут свистеть. А вот, когда человек задается этими вопросами, кто я, что я могу делать, зачем все это, чем я могу заниматься, что такое дизайнер, единственное, что можно сделать, это нарисовать кружок. И мы стали рисовать эти кружки и потом снабжать их некоторой функциональностью, например, расценивать их как контейнеры и смотреть, что в них можно положить, как они организованы внутри. Вот это, например, мог бы быть столик с стеклянной столешницей. Очень похожа на Сатурн. И это очень интересные вещи, потому что они похожи на солнце. И сейчас будет непередаваемая игра слов на итальянском языке, но по-итальянски солнце будет соли, и одинокий человек тоже будет соли, solo. И вот эта игра слов, она вдохновляет. А вот эта, например, похожа на купол православных церквей. А для нас это скорее похожа на луковку. И потом мы их поставили в один ряд, посмотрели и поняли, что этот мог бы быть тумбочка, этот столик, этот ящичком, эти кружочки. И тогда мы говорим, почему не мы делаем все эти части? На этой картине все возможные виды того, что можно сделать из круга. Что мы придумали? Вот одно изображение в третьем ряду, если смотреть снизу, и изображение второе справа. Вот видите, два кружочка и веревочка. Видите? Вот это похоже на рогатку, которую используют аргентинские охотники для того, чтобы охотиться на животных. То есть, как сказать, что, начиная из-за минимума, абсолютно, почти меньше, чем Малевич, потому что больше маленький, чем Малевич, что можно сделать? Что мы хотели этим сказать? Тем, что если мы отправимся вот от такого очень минималистичного, практически абсолютного изображения, которое даже минималистичнее, чем то, что делал Малевич, вот эти кружочки, что мы можем с ними сделать? Да две тысячи разных вещей. А потом мы, на самом деле, все их реализовали. И мы все эти кружочки поместили в такое абсолютно черное помещение, и расположив их определенным образом, мы получили новый космос. Продолжение следует... Нет, это не было изображением уже существующих планет, это все были предметы мебели. Столики, тумбочки, комодики. Нет, я помню, что у меня была критика, которая мне сказала, что как это делать, что это мобили? Этот, например, был огромный, этот стол, метр сорок пять сантиметров в диаметре, и у него была крышка, и вот женщина, которая предоставила пространство для выставки, она говорила, ну и зачем он нужен? Разве что... Но, как я и говорил в начале, меня вообще не интересует функциональность, поэтому это особо не важно. Я бы хотела знать, сколько у нас времени осталось, потому что вообще-то я могу до утра говорить. Извините, пожалуйста, лекция до часу, да? Ну, да? Они сами тратят деньги на то, чтобы это делать. Автофинансирование. И как делает Van Gogh, когда он делает картину? Прямо как делал Van Gogh, когда хотел сделать картину. И как мы делали в Ван Гог, мы делали какие-то объекты в обмен на еду, например, на суп. Прямо как делал Ван Гог, когда мы делали в Ван Гог, когда мы делали в Ван Гог. Но количество людей, которые работают над проектами не постоянно, например, для одного проекта нам нужно 30 человек, для другого 5, это меняется. Если вы давайте закончите или в 13. Я пропongo следую! А, ну, у нас есть сейчас мы 13. Ну, 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 но сейчас я сметаю, я сметаю также вот здесь. Если вы хотите получить эту вещь, я送лю себе в комментариях, сейчас я сделаю одну вещь в минуту и сделаю все то, что там есть. Если есть кто-то, человек, ну, хорошо, пока. Так, ну мы, наверное, на этом закончим, сейчас еще вопросы, и мастер хотел бы сказать, что если кому-то интересно еще эти картинки посмотреть, он сейчас оставит свою электронную почту, вы ему пришлете письмо, и он вам в ответ отправит презентацию. Вы можете еще про эту горящую голову рассказать? Это вот как раз было сделано в сотрудничестве с сайтом Юкс, который... А, нет, 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 головы, которые здесь, в Москве, это все другое. Я не уверена, что ты слышала, что они действительно говорят. Ну, на самом деле. А, нет, 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 ничего бы сказать. Я был вдохновлен этими главами нашей Пасхи. Я поместил сюда, в Москве я их сделал, но головы с острого Пасхи не говорят, а мои говорили. Allora, a me piace molto quello che si dice in inglese Gulliver. Мне очень нравится история Gulliver. Allora, Gulliver fa delle cose piccole così, e delle teste grandi come quelle là. В Gulliver есть вот такие малюсенькие вещи, как вот этот тотем. И эти головы, они рассказывали такие теоретические вещи, современные теории. Сейчас я вам еще чуть покажу, чтобы вы, когда уйдете отсюда, не переживали, чтобы ничего не увидели. Я 12 лет работал в миланской тюрьме, но не потому что меня туда посадили, а просто. Ну, не по принуждению. Allora, abbiamo invitato una фрагmeria, abbiamo invitato una pelleteria, una casa editrice, cioè, тante cose, no? Пусть, после 12 лет, в определенный момент, я понял, что моя активность, лири, и мы говорили, что мы можем сделать, что мы можем сделать, чтобы оставаться один из-за того, что мы можем сделать, чтобы оставаться один из-за другого. Пусть мы закончили, и туда были приглашены различные организации, там, издательские дома, еще что-то, и через 12 лет вот работали в тюрьме, я понял, что кажется, все, больше я ничего не могу там сделать. И мы все вместе, вот с этими организациями, с которыми я там сотрудничал, мы задались вопросом, ну, что я могу, что мы можем оставить после себя, какой добрый знак мы можем оставить, вот, чтобы заключенные на это смотрели и вспоминали о нас. Ну и мы ответили, мы можем сделать «ноев ковчег». И я говорю, почему «ноев ковчег»? Потому что должно быть место. Потому что должно быть место. В котором хранятся все ненужные слова, которые произносят люди. Мы положили на это где-то примерно год и полтора, и за полтора года мы это сделали. И главное правило построения этого ковчега, главное ограничение, заключалось в том, что мы могли использовать только предметы не больше 50 см, потому что было запрещено их туда проносить. И вот в прогулочном дворике этой тюрьмы мы стали строить этот ковчег. Он получился 20 метров в длину и двухэтажный. Это такая фотография постройки. Это заключенный, который нам помогал это делать. Это модель, который нам помогал это делать. И все эти петли, которые будут быть монтаны, видите, все же, с инкастром, без киодов, без ничего. Все инкастром. И вот эта синенькая, это модель, которую я сначала сделала перед тем, как приступить к реализации проекта. Это охрана, которая смотрела за тем, как мы работаем, но, к счастью, все равно кому-то удалось сбежать. А это как в итоге он выглядел этот ковчег в итоге. Разве это не чудо, сделанное преступниками? Вот они, преступники. А внутри? Это капитанский мостик. Это была такая небольшая комната, 4 метра 20 сантиметров в длину и 2 метра 60 сантиметров в ширину. Внутри, у него, с помощью ковчега, сактимы, в течение того, как санат, в течение того, как санат, в течение того, что санат, в течение того, как санат, в себе. И внутри, использовав маленькие, маленькие, такие брюсочки дерева, разноцветные, заключенные, сделали свой проект. Вот, например, в правом нижнем углу можно увидеть изображение охранников, которые поедают заключенных, потом различные еще, различные другие сущности. Это фото на память. Мы это сделали приблизительно в 90-е годы. Если я сейчас снова приду в эту тюрьму, то я встречу там все тех же людей. Непередаваемая игра слов на итальянском языке. Вот мастер решил остановиться на костюмах, потому что сейчас как раз в Милане проходит выставка этих костюмов Гектора Сотсаса. И я сделал эти работы вместе с ним. И это костюм-автопортрет. Спасибо. 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 Спасибо.